В Доме Российского Исторического Общества рассказали о планах на будущий год. Основное событие – празднование 75-летия Победы. Также было объявлено о создании комиссии по изучению преступлений нацистов на территории России. Историкам, конечно, известно, что в годы войны преступления нацистских оккупантов тщательно фиксировались. И в 1942 году для этого был создан специальный орган. Его точное название – Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Я полагаю, что настало время обратиться к этим документам, чтобы сделать их достоянием широкой общественности. Результатом наших усилий должна стать серия просветительских мероприятий и выставок, подготовка документальных публикаций, установка новых памятных знаков. На заседании региональных отделений Российского Исторического Общества была затронута и тема оккупации нацистами Крыма. Она продолжалась с октября 1941 по май 1944. За это время погибли более 90 тысяч мирных жителей. В 1920 году в Крыму и Севастополе будет отмечаться и столетие русского исхода. Планируется строительство историко-мемориального комплекса с храмом и музеем. Место, где определено его строительство, это место, в котором, одно из мест, в котором расстрелили тех, кто не смог уйти с армии генерала Врангеля в 1920-1921 годах. Этот храм, он посвящен честному мученикам и исповедникам российских. И в нем будут три составные основные части. Это сам храм, это музей гражданской войны, в который уже собираются фонды, и духовно-просительский центр. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...